Привет, меня зовут Пётр, и мы продолжаем искать литературные отсылки в сериале «Шерлок». Сегодня на очереди вторая серия четвертого сезона «Шерлок при смерти». Но сперва давайте быстро пробежимся по тому, что мы упустили в предыдущей серии «Шесть Тэтчер». Главное, что мы прозевали, это здоровенная отсылка на рассказ «Желтое лицо». Если вам покажется, что я веду себя напыщенно, заносчиво, слишком самоуверенно, скажите мне одно слово «Норбери», хорошо? Практически прямая цитата, только в рассказе «Норбери» было местом, а тут это фамилия убийцы Мэрии. Ну и провалился Холмс в рассказе не так жестко. Также мы упомянули, что в рассказе «Пустой дом» Холмс говорит о смерти Мэрии «Работа – лучшее лекарство», но каким-то образом не заметили, что эта фраза появляется в сериале. «Работы – лучшее лекарство от печали миссис Хадсон». Только здесь Холмс ее говорит не Ватсону, а миссис Хадсон. Дальше отсылки помельче. Листовка на холодильнике Майкрофта «Рейгетский сквайр», что очевидно отсылка на одноименный рассказ. Помимо этого, когда к Шерлоку приходит первый клиент, обыгрывается союз рыжих. Сперва это совсем маленькое... «Ваша правая рука почти на размер больше левой. Результат ручного труда». «Я плотником был». Прямая цитата. И, кстати, герой здесь тоже плотник. Объяснение такое же. И тут же, после того, как Холмс объясняет, как именно он смог разгадать все это про клиента, клиент говорит следующее. «Я думал, тут нужен какой-то особый ум, но вот теперь, когда вы все объяснили, это чертовски просто, да?» В «Союзе рыжих» герой Джабес Уилсон говорил что-то очень похожее. Кстати, а считается отсылкой на «Союз рыжих» то, что здесь сестра Холмса тоже лжерыжая? Или это уже поиск глубинного смысла? Произведение «Учитель Канарейки», которое появляется в «Маленьких делах», как оказалось, существует. Только написал его не автор оригинальных рассказов Артур Конан Дойль, а один из последователей, Николас Майер. И последняя отсылка скрыта в кодовых именах персонажей в самом начале серии. «Имена Антарктика, Лангдейл, Порлок и Любовь будут знать всю правду». Лангдейл, имя героя из рассказа «Происшествие на вилле «Три конька», а Порлок упоминается в самом начале «Долины ужаса». Вот теперь точно все по шести Тэтчер, и давайте к «Шерлоку при смерти». Сама серия основана на почти одноименном рассказе «Шерлок при смерти». Но вот что обидно, так это то, что перевод названия у нас совсем неточный. В оригинале серия называется «The Lion Detective», что является каламбуром от названия рассказа «The Dying Detective». То есть серия называется не «Умирающий детектив», а «Лгущий детектив». Или «Лежащий». Тут непонятно. Понятно только то, что официальный перевод... Итак, что общего и различного между рассказом и сериалом? Злодей Калвертон Смит — единственный персонаж, перекочевавший из книги в серию, хотя там были еще герои. Дочери у Смита не было, да и профессию он сменил. Из африканского плантатора переквалифицировался в бизнесмена. И внешне, кстати, совсем не похож. Я увидел крупное желтое лицо с грубыми чертами, массивным двойным подбородком и злобными серыми глазами, свирепо глядевшими на меня из-под косматых рыжих бровей. Точно не он. Но вот что осталось в точности из рассказа, так это отвратительный смех персонажа. «Вы по-другому выглядели». «О, Боже!» В оригинале он, конечно, не был серийным убийцей, а убил всего лишь одного человека ради наследства. Ну и Шерлока пытался, потому что тот слишком много знал. А убивал он специальным экзотическим вирусом. Но в серии никакого вируса нет. Единственное, что отдаленно на него похоже, это стиралка памяти, TD-12. Ммм, с натяжкой. Что касается болезни Шерлока, то в книге он болел три дня, а тут три недели. И там он просто использовал грим и химию, и голодал еще три дня, а тут реально бахался наркотиками. Кстати, упоминание 7% раствора тоже, конечно, было в оригинале, но с болезнью никак не связано. Вроде как ни один диалог точно из рассказа не совпал, поэтому на сходствах все. Последнее по основной конве сюжета то, что в оригинале свидетелем признания, а Шерлок с Калвертоном также оставался наедине, так вот свидетелем признания был Ватсон, спрятавшийся за кроватью. А тут трость Ватсона. Ну, в целом, после шарика логичная замена. Дальше блок по мелким отсылкам. В больнице Холмс перечисляет несколько дел. Одно из них убийца орангутанг. Или это было дело лютый орангутанг. Это отсылка на рассказ «Человек на четвереньках», в котором профессор под видом сыворотки омоложения колол себе кровь орангутанга. Из-за чего он деградировал до уровня обезьяны. Еще чуть ранее Шерлок в серии стреляет в стену. Такое в рассказах он проделывал в обряде дома мисс Грейвов. Он там развлекался и выводил на стене инициалы королевы из пулевых отверстий. И если уж заговорили про стрельбу, то давайте упомянем, что в момент, когда он стреляет, Шерлок цитирует нам Генриха Пятого, Уильяма Шекспира. Что-то опущено, но в целом очень близко к тексту. И, кстати говоря, на одном из промо-постеров четвертого сезона Генрих Пятый появлялся, если приглядеться. Еще одна отсылка к Никонан Дойлевским сюжетам – это рассказ про Генри Холмса. Вообще это реальная история, но про нее написан роман «Дьявол в белом городе». И это было бы вообще неинтересно, если бы в следующем году не выходил фильм по этой книге, где Генри Холмса сыграет Леонардо Ди Каприо. Внезапно. И, наконец, блок для любителей глубинного смысла. В свое время, еще до всяких групп ВКонтакте и форумов, у Шерлока уже были отчаянные фанаты, которые, поброшенные вскользь в одном из произведений фразе, пытались вычислить дату его рождения. Они решили, что этот день – 6 января. Новая серия вышла 8 января, и Шерлок в ней празднует день рождения. Почему нет? С днем рождения. Всего два дня задержки. Хотя в сериале никто не праздновал Новый год, да и явно не январь на дворе. На этом все. С нетерпением ждем следующей серии, потому что... Мы рубим с этого просмотра. Нет, потому что интрига реально крутая и очень интересна. Ждем, а пока можете подписаться на нашу группу ВКонтакте, наш Инстаграм, и посмотреть несколько видео, которые даны ссылками слева и справа от моей очкастой головы. А пока – пока.